Экстремизм в чем-то схож с детской болезнью. Кто-то с возрастом от нее излечивается, а у кого-то заболевание переходит в хроническую стадию и более тяжелые формы. Например, терроризм. Именно молодежь с ее максимализмом и склонностью к упрощению наиболее уязвима перед этим недугом. Поэтому противодействие подростковому экстремизму – первоочередная задача и органов профилактики, и полиции, и местной власти. В образовательных учреждениях проводятся по инициативе комиссии традиционно. Дни профилактики, на которых мы говорим, что такое экстремизм, чем он опасен, к чему ведет экстремизм. Далее у нас работает на базе комиссии по делам несовершеннолетних школа реабилитации, где этот вопрос – вопрос безопасности, потому что экстремизм и включает в себя, наверное, и безопасность наших подростков, нашей молодежи. На школе реабилитации мы также говорим о безопасном поведении и безопасной жизни наших детей и подростков. В Одинцовском районе подростков, участвующих в экстремистской деятельности, немного. В 2017 году на комиссию по делам несовершеннолетних был вызван лишь один молодой человек. Системная профилактика работает вполне эффективно с опорой на правоохранительные органы. В этом взаимодействуют все службы управления и сотрудники уголовного розыска, и сотрудники патрульно-постовой службы, участковые и полномоченные полиции. Хотелось бы напомнить, что у нас предстоит 1 сентября, День знаний. Сейчас сотрудниками полиции во всех образовательных учреждениях проводятся проверки антирористической защищенности образовательных учреждений. У нас смотрится всегда это наличие системы контроля управления доступом в школу. Проводятся инструктажи с сотрудниками частных охранных предприятий. За 7 месяцев 2018 года в районе выявлено 6 подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям. Четверо из них футбольные фанаты, двое зацеперы. К уголовной ответственности за несколько последних лет по статье «Экстремизм» несовершеннолетние в районе вообще не привлекались. В подростке это же такая категория людей, где начиная от родителей, от семьи, образования, школа, в том числе и сотрудники полиции, здесь только совместными усилиями можно не допустить либо предотвратить какое-либо правонарушение. Конечно, главная роль в воспитании всегда была и будет у семьи. Взрослым необходимо знать, чем увлекается и с кем общается их чадо. И чем меньше у подростка свободного времени, чем плотнее он занят в школе и секциях, тем лучше.